Добрый день, дорогие екатеринбуржцы! Меня зовут Андрей Ланцев. Я выдвинулся на пост главы города Екатеринбурга. Я решил поучаствовать в этом конкурсе формально для того, чтобы обозначить, привлечь внимание к той проблеме, которая сейчас существует у четырех тысяч екатеринбуржцев, проживающих в жилищном жилом комплексе Просторы на Уктусе Левобережном. Я сам проживаю, являясь жителем данного жилого комплекса. Какие у нас имеются проблемы? Первая проблема – это отсутствие нормативных путей подъезда. То есть у нас нет дорог в том понимании, которое у вас имеется, по которым вы привыкли передвигаться. От слова совсем нет. Это признала Государственная инспекция безопасности дорожного движения, но, к сожалению, никаких мер дальше этого признания не предпринимается. Второе – у нас жители не имеют доступа к общественному транспорту. Ближайшая остановка, которая находится к нам, она находится на расстоянии двух километров. Два километра – это существенно, особенно для молодых мам с колясками и для пожилых людей. Эту проблему мог бы решить мост, который должен был находиться здесь, который нам обещают на протяжении уже более трех лет. Стоимость моста небольшая, но почему-то по каким-то известным лишь чиновникам бюрократическим причинам нам его не строят. Этот комплекс проблем порождает еще ряд иных проблем, сопутствующих, как развитие преступности в нашем микрорайоне, как отсутствие парковочных мест, причем предельно проблематичная ситуация с парковочными местами, не так, как в основной части города. В связи с этим у нас жители, в связи с отсутствием моста, вынуждены ходить по небезопасному пути, добираясь до ближайшей остановки. Жители у нас переходят через железнодорожный мост, который не предназначен для пешеходных передвижений. На этом мосту у нас уже было сбито два человека за прошедшие три года. Два человека, к сожалению, погибло. Никто из этого не сделал абсолютно никаких выводов. Моя программа, она состоит из банальных двух пунктов. Первое. Необходимо слышать людей, слышать простых екатеринбуржцев, вникать в их проблемы и решать эти проблемы. Особенно, когда больших финансовых затрат это не требует. И второе. Необходимо грамотное и рациональное и, самое главное, равномерное распределение финансовых ресурсов, чтобы центр города у нас не смотрел на елку, на дорогую елку. Только центр города, да? Мы и мы даже не имеем возможности добраться до этого, до этой елки и посмотреть на нее. А чтобы в том числе и окраины Екатеринбурга, в том числе поселковые какие-либо части, получали финансы необходимые для нормального, непосредственно, для нормальной жизни деятельности. Спасибо большое.